Такой дом, наверное, можно построить в коттеджном поселке, но идеальное место, это когда вокруг только лес, вода, разливается тут Волга на почти 2 километра. Площадь стекла более сотни квадратных метров. Каждое бревно, как скульптура, свой рельеф, своя пластика, своя форма. Два года назад этот дом сгорел за одну ночь. Мы полностью взяли на себя восстановление этого дома, и сейчас вся эта стройка происходит за наш артельский счет. Красивые участки заслуживают того, чтобы на них строили красивые дома. Дональд Трамп говорит, что в недвижимости самое главное это местоположение, местоположение и еще раз местоположение. Я далеко не совсем согласен с тем, что говорит Дональд Трамп, но с этим трудно поспорить. И вот здесь это очень важная составляющая этого дома. Такой дом, наверное, можно построить в коттеджном поселке, и даже можно построить в каких-то иных других местах, может быть, более населенных. Но идеальное место, это когда вокруг этого дома только лес, вода, ну и, может быть, было бы неплохо, если бы тут были горы. Гор тут нет, но воды тут очень много. Разливается тут Волга на почти 2 километра, сосновый бор рядышком. И вот этот дом построен из кедров диаметром 80, местами даже метр, метр двадцать в обхват. Традиционная технология, американская, канадская, пост-энд-бим, то есть стойка и балка. По сути, есть дома двух типов. Это бревенчатый дом и есть еще тимбер фрейм, то есть из бруса большого тоже сечения. Каркасный, по сути, дом, у которого есть одно очень мощное преимущество. Такой дом не требует усадки, что очень важно для больших домов, поэтому почти все большие дома площадью 500, 600, 800, 1000, несколько тысяч квадратных метров можно построить по этой технологии. Меняется только одно – диаметр бревна. Чем больше габариты дома, тем больше требуется диаметр бревна. Бревна формируют ощущение, что это словно бы бревенчатый дом, но на самом деле это каркасный дом. Но здесь силовую конструкцию именно бревна несут, то есть вот эти огромные бревна, высотой в данном случае до 10 метров, они являются несущей конструкцией, усадка им не страшна. Поэтому такой дом можно легко построить в течение одного строительного сезона, сделать полную отделку и жить в нем. Большинство таких домов в Канаде, в США и в России очень немало уже домов строится в технологии пост-энд-бим. Мы считаем, что для больших домов это очень интересная технология, и поэтому мы про это хотим рассказать подробнее. Пойдемте посмотрим внутрь. Этап за этапом мы расскажем про все ключевые элементы, которые мы считаем важным учесть при проектировании подобного дома. Нам очень ценны и очень интересны ваши комментарии, ваши замечания. Пожалуйста, дайте нам знать, что именно вам было бы интересно, что вам в этом подходе нравится, что не нравится. Мы будем стремиться максимально отвечать на ваши вопросы. Если вам интересно строительство технологии пост-энд-бим, вам, уверен, будет интересен и проект этого конкретно дома. Мы можем вам его отправить на ваш номер в WhatsApp. Оставьте, пожалуйста, его в комментариях или пишите нам в директ. Мы с удовольствием поделимся этим проектом, и мы, конечно же, с удовольствием обсудим возможности строительства такого дома. По большому счету, в любой точке. Россия, за пределами России, я думаю, что любое место, на берегу озера, реки, в горах, в красивом лесном участке, мы настоятельно рекомендуем подумать о таком доме, потому что красивые участки, они заслуживают того, чтобы на них строили красивые дома. Следите за нами, подписывайтесь на наш канал. Мы хотим быть вам полезны. Вот даже достропильная доска, это здесь уже не доска, а брус. Доска это 50 на 200, обычно используется, ну, во всех крышах стандарт практически. Здесь мы используем 100 на 200, потому что сечение такое позволяет спокойно, надежно опереть все кровельные конструкции, даже на больших пролетах. Паралеты вот здесь, конечно, большие. Ну и для работы, для подъема такого бруса уже требуется два человека снизу на подаче, два человека сверху на приеме этого бруса. Ну, как-то так. Технология Post and Beam предполагает, что мы минимально используем стандартные окна, максимально используем витражи стеклянные, которые, по сути, монтируются непосредственно как будто бы в бревно. Но нельзя сказать, что они прямо в бревно монтируются, потому что бревно усыхается, снаружи меньше, внутри больше, поэтому монтируются все равно в любом случае на конструкцию отдельную. Вот эта отдельная конструкция, она сейчас монтируется на такие глухари, причем там внутри, в глубине примыкания бревна ее будет утеплено, поэтому будет очень теплоэффективная конструкция и очень изящная. Монтаж стеклопакетов отдельная история, про это мы тоже обязательно расскажем, покажем. Следите за нами, мы очень сфокусированы на том, чтобы показать, как правильно делать, и все наши технологические решения проверены десятилетней практикой в Северной Америке, Канаде, в том числе в регионах с очень похожим климатом на наш, и в этом смысле это очень важно и ценно. Потому что, смотри, здесь вот Волга, температура может достигать здесь до минус 35 градусов, холодный ветер дует, вот даже сейчас уже солнышко светит, но я вам скажу, здесь не так уж тепло, потому что с Волги дует холодный ветер, поэтому примыкание стеклопакетов очень важный элемент, чтобы здесь не было никаких продуваний и никаких теплопотей. Не скажешь, да, что кедр мягкий материал, так судя по тому, как зажимает, вообще не мягкий. Но на самом деле, относительно сосны, относительно лиственницы, кедр самый мягкий, самый податливый материал, за это его тоже очень любят плотники, мастера, у него очень такая податливая текстура. Вообще, многим мужчинам нравятся юбки, в том числе вот такие. Это так и называется юбка, ну или комель. То есть это основание ствола, и для того, чтобы такую юбку заполучить, нужно немало потрудиться, потому что нужно окопать ствол дерева и огромной бензопилой, ну, то есть длинной шиной сделать спил. Диаметр юбки может достигать метр, метр двадцать, тридцать, даже полтора метра. Вот здесь вот диаметр этой юбки метр двадцать. И форма, она, конечно, очень живописная, неповторимая, природная, естественная. Многие люди любят такую форму, да и нам это очень по душе и нравится. Очень важный момент. Кедр, когда он достигает большого уже возраста, большого диаметра, начинается внутри процесс трухления. Нет, как бы древесина внутри начинает ослабляться, гнить, и очень часто вот эти юбки широкие, они с изъяном, центральная часть пустая, как дупло. Иногда, чтобы ликвидировать этот изъян, бензопилой выбирают пломбу такую, вставляют новый твердый плотный ствол, и этот такой вот фрагмент, он уже выглядит лучше, чем когда у тебя внутри там дырка. Ну, я здесь рассказал про такой какой-то проблемный момент, но на самом деле та пластика, та красота, которая есть у этого материала, она, конечно, все перевешивает. Кстати, в кела, в сухостойной сосне такое редко встретишь, потому что часть основания у кела, она практически никогда не используется. Всего то, что она слишком близко к земле, и опять-таки там очень часто как раз ствол подгнивает. Здесь, так как это не сухостойная древесина, а это древесина, естественно, влажность, то есть дерево еще живое спиливается, здесь это встречается редко, но встречается. В природе ствол гораздо более гладкий и ровный, на самом деле. Мы специально придаем ему такую выразительную текстуру, и за счет формирования как будто бы словно бы мышц, и за счет этих дополнительных бороздок, поверхность становится еще более фигуристой, еще более объемной, текстурированной. Это причем не финальный результат, то есть еще будет дополнительная обработка, шлифовка, покрытие. Сейчас оно еще немножко черновато-грязное, по сути, с нашей производственной площадки, с золотая, доставленная, собранная, еще без какой-либо обработки. Впереди еще процессы шлифовки, мы о них обязательно расскажем, потому что это очень важный момент. Смотрите на этапность, и вот какие этапы важные, какие нужно не пропустить для того, чтобы получить дом, который действительно будет радовать вас и наших близких. Пойдем дальше. Сочетание дерева и камня во многом недооцененная тема, и здесь это чувствуется, что вот когда ты такую брутальную имеешь поверхность камня, в сочетании с такой же мощной брутальной поверхностью бревна, очень круто получается. Может быть, я бы даже стал использовать более дикую, менее городскую, но этот формат выбрал заказчик. Кстати говоря, что скажете вы, насколько вот вам такие вот мешочки колотые, насколько они хорошо смотрятся? Окончательно, конечно, мы увидим, когда будет уже готов фасад дома деревянный и камня, но уже сейчас понятно, что смотрится весьма убедительно такой каменный пояс. Ну что, начнем, наверное, с основания дома, сокольная часть, она пережила пожар на самом деле. То есть вот все, что вы видите, вот эта каменная часть снизу, это то, что сохранилось после пожара. Пожар полностью уничтожил всю верхнюю часть, а вот деревянная часть внизу, котельная, и инженерная начинка дома в каменной части, она сохранилась. Пойдем посмотрим. Хотя это всего лишь сокольный этаж, и обычно в сокольных этажах не делают панорамного остекления, но тут у нас такой вид, что, конечно, от этого невозможно отказаться. Здесь будет спортзал, тут будет зона спа, виды тут весьма выигрышные. Обратите внимание, что отступ от воды минимальный, то есть 20 метров в соответствии с водным кодексом, но все равно за счет того, что здесь ничего не посажено у воды, открывается прямой вид. Я думаю, что для участков, которые находятся непосредственно у воды, наверное, вот разумно, чтобы насаждения были минимальны. Работу по изготовлению этого фундамента мы начали с выборки котлована. Здесь песчаный грунт, но при этом все равно мы предусмотрели дренаж, интегрированный дренаж непосредственно в фундамент. Конструкция, конечно же, достаточно мощная, то есть плита более 350 миллиметров толщиной с двойным армокаркасом. Далее монолитные стены, обложенные кирпичом с утеплителем, с гидроизоляцией, с последующей отделкой камнем. И монолитная плита, которая уже формирует основание для деревянной части дома. Все колонны закреплены на металлические фасонные заказные элементы, которые, в свою очередь, опираются на основание из арматуры. Здесь полностью монолитный каркас, структура фундамента, она рассчитана на точечные нагрузки, характерные именно для конструкции Post and Beam. Это тоже очень важно, потому что в Post and Beam, по сути, вся нагрузка дома опирается всего лишь на два десятка опор. То есть дом весом в сотни тонн опирается на всего лишь несколько точек. И в каждой точке нагрузка может составлять до нескольких десятков тонн. Это очень важно при проектировании конструкции монолитного фундамента. Поехали дальше. Расскажу, как выглядит деревянный каркас, как он устроен, как он прикреплен к конструкции цокольного этажа. И как это вообще все будет работать конструктивно, но и не только конструктивно, но и эстетически. Поехали. То есть, видишь, каждое бревно, это, по сути, как скульптура. Какая-нибудь девочка, она бы так вот сделала бы. Ой, смотрите, я держу. У меня получается держать такой ствол. Ну, а мальчик расскажет, как это так получается, что за невесомость такая. Каждое бревно, как скульптура. Свой рельеф, своя пластика, своя форма. Вот именно так будут выглядеть бревнышки и у дома в конечном итоге. Вот этому навесу, это навес для машин, ему уже два года. Он не сгорел. Дом сгорел, а он, хотя он находится очень близко, он не сгорел, только пришлось отремонтировать немного крышу. И все. Вот здесь видно, насколько красив и насколько был дом уже готов, финишная отделка, насколько она была проработана. Что скажете, как вам такое сочетание? Фигуристые бревна и лиственница. Гладкая, ровная, без какой-либо фактуры. Я бы еще подумал о том, чтобы у навеса была бы наша любимая открытая стропильная система. Дело в том, что очень часто встречаются, когда делаются большие карнизные свесы, то дополнительно очень прикольно, когда есть еще открытая стропильная система, которая продает определенный ритм, определенный шаг у этой конструкции. Здесь нет. Здесь вся плоскость крыши, она гладкая, ровненькая, доска-лиственница без сучков. А что думаете вы, если бы тут была открытая стропильная система и более фигуристые доски, было бы это интереснее? Или это уже перебор и фигуристых бревнышек вполне достаточно? Я-то не знаю, я вот смотрю и не могу налюбоваться. Вот это сочетание пластики, фигуристых сучков, выемок и сопряжений точных, граненых, оно, конечно, очень красиво. Здесь такое сочетание природной, словно бы текстуры, хотя на самом деле это не природная, а рукотворная текстура. И граненый, линейный сопряжений точных, четких. Кстати говоря, интересно, что все элементы этого дома, они изготавливались без контрольной сборки на производственной площадке. То есть они все были просчитаны, прочерчены таким точным образом, что их не нужно было бы собирать на производстве предварительно. Это, кстати, как дома из клееного бруса, они же выходят из станков уже с запилами, необходимыми в нужных местах, и их на заводе не собирают, потом разбирают. Их сразу везут на стройку и там уже собирают. Вот так и тут, по сути, в каком-то хорошем смысле этого слова, заводская технология. Все изготовлено по чертежам, размечено, и здесь уже собрано в точности по модели, которая была у архитектурного бюро. Поехали дальше, расскажем, что тут еще происходит интересного. Очень важно в этой технологии, в Poston Vime, быть соразмерным. Когда у тебя бревно диаметром 80 сантиметров, важно, чтобы карниз выступал на соразмерное этому бревну расстояние. Получается около двух метров, иногда даже два с половиной, а в некоторых случаях три метра вылет карниза. Мы встречали ситуации, когда это не соблюдалось, когда карниз делался длиной метр, метр двадцать, очень неубедительно. Поэтому вот очень важная составляющая, это сохранить вот эту пропорцию. А давайте теперь порассуждаем, вот почему нужны такие большие диаметры. А что если взять экономично там диаметр 30 сантиметров, может там 35, и из него сделать дом Poston Vime. Получится ли то, что хочется? Будет ли это красиво или будет проблема? Ну вот на наш взгляд, на самом деле, если дом технологии Poston Vime строится, даже если этот дом не такой большой, невозможно его построить из бревна диаметром, предположим, 30-35 сантиметров. И вот почему. В средней полосе нашей страны нормативная толщина утеплителя, которая необходима, чтобы дом был теплым, сохранял нормативные показатели, это 20 сантиметров. То есть 20 сантиметров эффективный утеплитель, это минимум, который должен быть у нас. Плюс отделка, минимум 2 сантиметра. Даже если это самая минимальная отделка с одной стороны, 2 сантиметра с другой. Итого получается 24 сантиметра. Ну вот конкретно здесь давайте посмотрим. Вот 20 сантиметровый паз. Вот приблизительно такой толщины здесь будет утеплитель. Дополнительная отделка. И получается, что до следующего паза не так уж и много расстояния. То есть если мы взяли бы меньшее бревно, то тут осталось бы вот столько. Может быть столько. Это было бы и некрасиво, и совершенно неубедительно. Поэтому получается, что для того, чтобы строить постинг дым, хотите вы этого или нет, минимум 60 сантиметров. А лучше 70, а лучше 80 сантиметров. А если дом большой, как этот, то, наверное, минимум это 80 сантиметров и плюс, больше. Что при этом интересно, что обвес, это то, что мы будем навешивать на стену, может быть совершенно разным. Это может быть сюда заполнен даже кирпич. Сюда можно наполнить каким-то другим утеплителем. Кто-то даже использует солому, кто-то использует просто эффективный утеплитель. И дальше штукатурка. Мы, конечно же, все-таки фанаты дерева. И у нас будет здесь использоваться бревно, полубревно сюда, полубревно сюда. Но сам по себе дом, его теплоэффективность обеспечивается за счет утеплителя. То есть дерево в этом случае, по сути, только декоративный элемент. С внешней стороны, с внутренней стороны. Но тут можно поиграться. Если, например, у нас будет здесь помещение мокрой зоны, то не нужно здесь делать бревно. Здесь можно оставить каркасную перегородку, оделать его керамической плиткой. Снаружи все стены будут, конечно же, отделаны бревно. Есть и другие подходы. И хочется у вас спросить, а если бы вот здесь была бы штукатурка, или если бы здесь была отделка камнем, как бы вам это смотрелось? Мы покажем вам, как это делается из каталогов американских компаний, как они это делают, как они сочетают бревна и штукатурку. Бревнышки и камень. Нам интересно ваше мнение. Нужны такие эксперименты, деревянно-каменные дома, или все-таки лучше, чтобы это было в чистом виде дерева? Хочется рассказать о важной детали, об отличии красного канадского кедра и нашего алтайского кедра. Итак, перед вами алтайский кедр. Его стоимость где-то в пять раз ниже, чем если бы это был канадский кедр. Красный канадский кедр – это дерево, похожее на самом деле чем-то на кипарис. И очень фигуристая поверхность. Форма бревна, она вот приблизительно как здесь. То есть это не просто гладкий ствол, а с такими вот как бы полосами-выемками. Здесь мы эту структуру сэмитировали. То есть это прочерчено рукотворно. Ну, точнее, специальной бензопилой, специальным инструментом с насадкой на бензопилу. И здесь проявляется характерная для кедра штука, что внешняя поверхность, забаллонная часть, она белая, а внутренняя она другого цвета, такого рыжеватого. В принципе, прикольно. То есть появляется дополнительный такой какой-то рисунок на бревне. Надо понимать, что это отличается от оригинальной канадской истории, когда у тебя ствол, он фигуристый от природы, а не благодаря руке мастера. Но согласитесь, если бы, например, вам предложили бы вот такой дом. Это, кстати, прям факт. Канадская компания предложила изготовить такой дом без учета доставки растаможки. Он стоил миллион долларов, только стеновой комплект. В России изготовление такого стенового комплекта намного дешевле, как минимум в 4 раза дешевле. Это, наверное, компромисс, но я думаю, что это приемлемый компромисс из-за того, что вот наличие таких вот полосок рыжих, ну, вряд ли стоит переплачивать несколько десятков миллионов рублей. Но, конечно, тут могут быть разные мнения на этот счет. Нам интересно ваше мнение. Стоит ли эта полоска 40 миллионов или можно пойти на компромисс? Если мы сидим за столом или на диване, мы уже не видим земли. То есть, если ты сидишь вот здесь вот на диване, у тебя дом словно бы плывет на воде. Сумасшедший эффект. Вот тут, например, можно очень четко понять, как легко и непринужденно сочетается в бревенчатом доме по технологии Post and Beam кирпичная стена. Она в будущем будет отделана штукатуркой, керамической плиткой. Это будет ванная. Очень важно в таком доме смонтировать теплоэффективные оконные конструкции. Площадь стекла в этом доме более сотни квадратных метров. Одна гостиная сама по себе – это уже 50 квадратных метров остекления. Кстати, очень важный момент. Тут нужно защищаться не только от холода, но и летом от жары, от солнца. Поэтому разработка таких стеклопакетов – это реально задача инженерная. Я сейчас нахожусь в спальне. Позади меня невероятный вид. Вокруг меня стоечный каркас восьмигранника. И причем 8 бревнышек сопрягаются, в клин входит, с центральным, очень красивым фигуристым бревнышком. Такой, по сути, лес. Здесь стен будет минимум. В основном тут будет остекление. Я думаю, что это практически идеальная спальня. Мечта любого человека. Я могу только позавидовать нашему заказчику. Крыша здесь у нас стандартная. Ничем особым она не выделяется. Кровельный пирог классический. Пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка, контрабрешетка и мягкая кровля. Привет Игорю Рыбакову. В основном здесь у нас материалы техно-николь используются. Скажите, пожалуйста, может у вас есть какие-то на эту тему соображения? Стоит ли использовать какие-то импортные, дорогостоящие технологические решения? Или, на ваш взгляд, техно-николь это оптимальное решение, которое становится сейчас все более популярным в каком-то смысле? Большинство строек сейчас это стройки с использованием технологии техно-николь. Думаю, что же пора нам рассказать. Мы в основном преодолели эту сложную ситуацию. А сложная ситуация была в том, что два года назад дом был вот в таком же состоянии. Полная отделка, застеклен. Мы были готовы приступить к финишной внутренней отделке. И в этот момент, я помню, как это произошло, я получил сообщение по WhatsApp от моего брата, нашего технического директора. Я прочитал его с утра и подумал, что, наверное, я еще должен поспать, потому что я не готов был воспринять эту информацию. Информация была следующая, что этот дом сгорел за одну ночь. Это означает, что несколько десятков миллионов рублей нам нужно найти, чтобы восстановить это строительство. Потому что мы являемся генподрядчиком. Следовательно, все, что происходит на стройке в процессе строительства, это наша полная организационная финансовая ответственность. Я здесь, кстати, хочу обратить внимание, что многие люди недооценивают это и стремятся нанять кого-то отдельно, кто-то занимается фундаментом, стенами, крышами, отоплением, электрикой, печками. Я вот уверен, что в долгосрочной перспективе 100% человек, как бы он не думал, что он сейчас сэкономит на этом что-то, он в долгосрочной перспективе потеряет. Потеряет время, потому что будет потом искать, кто виноват в той или иной ситуации. А ситуации могут быть разные. Даже и винить, казалось бы, ничего. Потому что не то, чтобы кто-то заснул с сигаретой, не то, чтобы кто-то пользовался неаккуратно огнем, сварочным аппаратом, горелкой. Абсолютно нет. Никаких пожароопасных работ не производилось. Всего лишь-то нужно было поменять. Батарею переместить с одного места на другое, перевесить. А для этого нужно было тоненький кронштейн, на котором эта батарея крепилась, срезать и снять батарею. И в процессе того, как обыкновенной болгаркой срезался этот малюсенький кронштейн, в огромном гигантском доме, микроскопическая искра попала внутрь утеплителя. А утеплитель в этом доме был нестандартный, экологически чистый, шерсть. То есть обыкновенный утеплитель не загорелся бы, конечно же, каменная вата. А вот шерсть, она загорелась. Причем она загорелась внутри, в перекрытии. Это сразу никто не увидел. Уже был вечер, пошли все ужинать. И когда увидели, что как будто бы включен свет, это был не свет, это начинал гореть пожар, уже было поздно. И дом за несколько часов полностью сгорел. Осталась только вот эта вот каменная часть. Убытки. Это десятки миллионов рублей. Мы полностью взяли на себя. Обидно, что и застраховать такой дом на самом деле невозможно. У заказчика были планы застраховать дом, но для этого нужно было, чтобы был дом уже полностью застеклен. Вот мы его застеклили и через две недели еще не успели застраховать. Это произошло. Поэтому может произойти все, что угодно. И наш основной совет добрый для строителей – копите резервы. Нам помогло то, что мы копили резервы. Резервы в основном, конечно, мы копили для целей развития. Мы планировали расширение производственных мощностей. К сожалению, эти планы пришлось отложить. Но зато мы сохранили свое лицо. Мы полностью взяли на себя восстановление этого дома до исходного состояния. И сейчас вся эта стройка происходит за наш артельский счет. Ну а для заказчиков добрый совет, что может произойти все, что угодно на стройке. И что нужно заключать договор с компанией, которая может выдержать в том числе и такое. Даже вот сейчас, несмотря на события мировой финансовый кризис очередной, уникальный, совершенно беспрецедентный коронавирус, мы продолжаем стройку. Обязательно ставьте лайки, ну или бы дизлайки, как вам нравится. Подписывайтесь на наш канал. Мы можем отправить вам проект этого дома, если он вам интересен. И, конечно же, мы готовы обсудить строительство такого или подобного дома. Мы уже набили шишек в самых разных местах. И мы действительно понимаем нюансы, которые отсюда, может быть, даже кажутся незаметными, невидными. Но они очень цены. Поэтому еще раз напоминаю, отправляйте ваш номер в WhatsApp или электронную почту. Мы отправим вам этот проект и сможем обсудить при необходимости возможности строительства такого дома в любой точке нашей страны и даже за ее пределами. Потому что вот такие дома, мне кажется, достойны того, чтобы их строить в горах, на берегу озер, рек, в любых живописных местах. Что бы там ни было, будем рады рассказывать вам дальше о строительстве невероятных, интересных, уникальных, по-настоящему красивых домов. До скорого, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова